глава 5 герой наш трухнул однако ж порядком хотя бричка мчалась во всю пропалую и деревня ноздрева давно унеслась из вида закрывшись полями от логостями и пригорками но он все еще поглядывал назад со страхом как бы ожидая что вот-вот налетит погоня дыхание его переводилась с трудом и когда он попробовал приложить руку к сердцу то почувствовал что она билась как перепелка в клетке какую баню задал смотри-то какой тут много было посулину ноздреву всяких нелегких и сильных желаний попались даже и нехорошие слова что ж делать русский человек да еще и в сердцах потому что дело было совсем не шуточное что не говори сказал он сам в себе они подоспей капитан исправник мне бы может быть не далось бы более и на свет божий взглянуть пропал бы как валдырь на воде без всякого следа не оставивши потомков не доставив будущим детям не состояние не честного имени герой наш очень заботился о своих потомках экой скверный барин думал про себя селифан я еще не видал такого барина то есть плюнуть бы ему за это ты лучше человеку не дай есть а коня ты должен накормить потому что конь любит овес это его продовольство что примером нам кошт то для него овес он его продовольство кони тоже казалось думали невыгодно об ноздреве не только гнедой и заседатель но и сам чубары был не в духе хотя ему на честь и доставался всегда овес похуже и селифан не иначе всыпал ему в корыто как сказавший прежде эх ты подлец но однако ж это все-таки был овес а не простое сено он жевал его с удовольствием и часто засовывал длинную морду свою в корыце к товарищам по отведать какое у них было продовольствие особливо когда селифана не было в конюшне но теперь одно сено нехорошо все были недовольны но скоро все недовольные были прерваны среди излияний своих внезапным и совсем неожиданным образом все не исключая из самого кучера опомнились и очнулись только тогда когда на них наскакала коляска с шестериком коней и почти над головами их раздались а крик сидевших в коляске дам брань и угрозы чужого кучера ах ты мошенник эдакий ведь я тебе кричал в голос сворачивая ворона направо пьян что ли ты селифан почувствовал свою оплошность но так как русский человек не любит сознаваться пред другими что он виноват то тут же вымолвил он приосанясь а ты что так раскакался глаза свои в кабаке заложил что ли вслед за сим он принялся отсаживать назад бричку чтобы освободиться таким образом из чужой упряжи но не тут то было все перепуталось чубары с любопытством обнюхивал новых своих приятелей которые очутились по обеим сторонам его между тем сидевшие в коляске дамы глядели на все это с выражением страха в лицах одна была старуха другая молоденькая 16-летняя золотистыми волосами весьма ловко и мило приглаженными на небольшой головки хорошенький овал лица и и круглился как свеженькое яичко и подобно ему белел какой-то прозрачную белизною когда свежие только что снесенное она держится против света в смуглых руках испытывающие его ключницы и пропускает сквозь себя лучи сияющего солнца ее тоненькие ушки также сквозили рдея проникавшим их теплым светом при этом испуг в открытых остановившихся устах на глазах слезы все это в ней было так мило что герой наш глядел на нее несколько минут не обращая никакого внимания на происшедшие к тюрьму между лошадьми и кучерами отсаживай что ли нижегородская ворона кричал чужой кучер селефан потянул по воде назад чужой кучер сделал тоже лошади несколько попятились назад и потом опять сшиблись переступивший по стромке при этом обстоятельстве чубарому коню так понравилось новое знакомство что он никак не хотел выходить из колеи в какую попал непредвиденными судьбами и положивший свою морду на шею своего нового приятеля казалось что-то нашептал ему в самое ухо вероятно чепуху страшную потому что приезжий беспрестранно встряхивал ушами на такую сумятицу успели однако же собраться мужики из деревни которая была к счастью неподалеку так как подобное зрелище для мужика сущая благодать все равно что для немцев газеты или клуб то скоро около экипажа накопилась их бездна и в деревне остались только старые бабы да малые ребята по стромке отвязали несколько тычков чубарому коню в морду заставили их попятиться словом их разрознили и развели но досада ли которую почувствовали приезжие кони за то что разлучили их с приятелями или просто дурь только сколько не хлыстал их кучер они не двигались и стояли как вкопанные участие мужиков возросло до невероятной степени каждый на перерыв совался советом ступая андрюшка проведи-ка ты престижного что с правой стороны а дядя митяй пускай сядет верхом на коренного садись дядя митяй сухощавый и длинный дядя митяй с рыжей бородой взобрался на коренного коня и сделался похожим на деревенскую колокольню или лучше на крючок которым достают воду в колодцах кучер ударил по лошадям но не тут то было ничего не пособил дядя митяй стой стой кричали мужики садись-ка ты дядя митяй на пристежную а на коренную пусть сядет дядя меняй дядя меняй широкоплечий мужик с черную как уголь бородой и брюхом похожим на тот исполинский самовар в котором варится сбитень для всего прозябнувшего рынка с охотой сел на коренного который чуть не пригнулся под ним до земли теперь дело пойдет кричали мужики накаливай накаливай его пришпандорь кнутом вон того того салового что он корячится как карамара но увидевши что дело не шло и не помогло никакое накаливание дядя митяй и дядя меняй сели оба на коренного а на пристежного посадили андрюшку наконец кучер потерявший терпение прогнал и дядю митяя и дядю меняя и хорошо сделал потому что от лошадей пошел такой пар как будто бы они отхватили не переводя духа станцию он дал им минуту отдохнуть после чего они пошли сами собою во все продолжение этой проделки чичиков глядел очень внимательно на молоденькую незнакомку он пытался несколько раз с нею заговорить но как-то не пришлось так а между тем дамы уехали хорошенькая головка с тоненькими чертами лица и тоненьким станом скрылась как что-то похожее на видение и опять осталась дорога бричка тройка знакомых читателю лошадей селифан чичиков гладь и пустота окрестных полей везде где бы не было жизни среди ли черствых широковато бедных и неопрятно плеснеющих низменных рядов ее или среди однообразно хладных и скучно опрятных сословий высших везде хоть раз встретиться на пути человеку явление не похожее на все то что случалось ему видеть до то ли который хоть раз пробудет в нем чувства не похожие на те которые суждено ему чувствовать всю жизнь везде поперек каким бы то ни было печалям из которых плетется жизнь наша весело промчится блистающая радость как иногда блестящий экипаж золотой упражью картинными конями и сверкающим блеском стекол вдруг неожиданно пронесется мимо какой-нибудь заглофнувшей бедной деревушки не видавший ничего кроме сельской телеги и долго мужики стоят зевая с открытыми ртами не надевая шапок хотя давно уже унесся и пропал из виду дивный экипаж так и блондинка тоже вдруг совершенно неожиданным образом показалась нашей повести и также скрылась попадись в ту пору вместо чичикова какой-нибудь 20-летний юноша гусар ли студент ли он или просто только что начавший жизненное поприще и боже чего бы не проснулась не зашевелилась не заговорила бы в нем долго бы стоял он бесчувственно на одном месте вперевшие бессмысленно очи вдаль позабыв и дорогу и все ожидающие впереди выговоры и распекания за промедление позабыв и себя и службу и мир и все что не есть в мире но герой наш уже был средних лет и осмотрительно охлажденного характера он тоже задумался и думал но положительнее не так безотчетно и даже отчасти очень основательно были его мысли славная бабешка сказал он открывши табакерку и понюхавши табаку но ведь что главное в ней хорошо хорошо то что она сейчас только как видно выпущена из какого-нибудь пансиона или института что в ней как говорится нет еще ничего бабьего то есть именно того что у них есть самого неприятного она теперь как дитя все мне просто она скажет что ей вздумается засмеется где захочется смеяться из нее все можно сделать она может быть чудо а может выйти и дрянь и выйдет дрянь вот пусть ка только за нее примутся маменьки и тетушки в один год так ее наполнит всяким бабьем что сам родной отец не узнает откуда возьмется и надутости чопорность станет ворочаться по вытверженным наставлениям станет ломать голову и придумывать с кем и как и сколько нужно говорить как на кого смотреть всякую минуту будет бояться чтобы не сказать больше чем нужно запутается наконец сама и кончится тем что станет наконец врать всю жизнь и выйдет просто черт знает что здесь он несколько времени помолчал и потом прибавил а любопытно бы знать чих она что как ее отец богатый ли помещик почтенного нрава или просто благомыслящий человек с капиталом приобретенным на службе ведь если положим этой девушке да придать тыщонок 200 приданного из нее мог бы выйти очень лакомый кусочек это бы могло составить так сказать счастье порядочного человека 200 тыщонок так привлекательно стали рисоваться в голове его что он внутренне начал досадовать на самого себя зачем в продолжение хлопотне около экипажей не разведал от форейтера или кучера кто такие были проезжающие скоро однако же показавшаяся деревенька собакевича рассеяла его мысли и заставила их обратиться к своему постоянному предмету деревня показалась ему довольно велика два леса березовой сосновой как два крыла одно темнее другое светлее были у нее справа и слева посреди виднелся деревянный дом с мезонином красной крышей и темно-серыми или лучше дикими стенами дом вроде тех как у нас строят для военных поселений и немецких колонистов было заметно что при постройке его зодчий беспрестанно боролся со вкусом хозяина зодчий был педант и хотел симметрии хозяин удобства и как видно вследствие того заколотил на одной стороне все отвечающие окна и провертел на месте их одно маленькое вероятно понадобившееся для темного чулана фронтон тоже никак не пришелся посреди дома как не бился архитектор потому что хозяин приказал одну колонну сбоку выкинуть и оттого очутилась не четыре колонны как было назначено а только три двор окружен был крепкою и непомерно толстую деревянную решеткой помещик казалось хлопотал много о прочности на конюшне сарае и кухне были употреблены полновесные и толстые бревна определенные на вековое стояние деревенские избы мужиков тоже срублены были на диво не было керченных стен резных узоров и прочих затей но все было пригнано плотно и как следует даже колодец был обделан в такой крепкий дуб какой идет только на мельнице да на корабли словом все на что не глядел он было упористо без пошатки в каком-то крепком и неуклюжем порядке подъезжая крыльцу заметил он выглянувшие из окна почти в одно время два лица женская в чипце узкая длинная как огурец и мужское круглое широкое как молдаванские тыквы называемые горлянками из которых делают на руси балалайки двухструнные легкие балалайки красу и потеху ухватливого двадцатилетнего парня мигача и щеголи и подмигающего и посвистывающего на белогрудых и белошейных девиц собравшихся послушать его тихо струнного треньканье выглянувшие оба лица в ту же минуту спрятались на крыльцо вышел лакей в серой куртке с голубым стоячим воротником и ввел чичиков в сене куда вышел уже сам хозяин увидев гостя он сказал отрывисто прошу и повел его во внутренние жилья когда чичиков взглянул искоса на собакевича он ему на этот раз показался весьма похожим на средней величины медведя для довершения сходства фраг на нем был совершенно медвежьего цвета рукава длинны панталоны длинны ступнями ступал он и в крив и в кость и наступал беспрестанно на чужие ноги цвет лица имел каленый горячий какой бывает на медном пятаке известно что есть много на свете таких лиц над отделкой у которых натура не долго мудрила не употребляя никаких мелких инструментов как-то напильников буравчиков и прочего но просто рубила со всего плеча хватило топором раз вышел нос хватило в другой вышли губы большим сверлом ковырнула глаза и не обскобливший пустила на свет сказавши живет такой же самый крепкий и на диво стаченный образ был у собакевича держал он его более вниз чем вверх шеи не ворочал вовсе и в силу такого неповорота редко глядел на того с которым говорил но всегда или на угол печки или на дверь чичков еще раз взглянул на него искоса когда проходили они столовую медведь совершенный медведь нужно же такое странное сближение его даже звали михайлом семеновичем зная привычку его наступать на ноги он очень осторожно передвигал своими и не давал ему дорогу вперед хозяин казалось сам чувствовал за собой этот грех и тот же час спросил не побеспокоил ли я вас но чичков поблагодарил сказав что еще не произошло никакого беспокойства вошед гостиную собакевич показал на кресло сказавший опять прошу садясь чичков взглянул на стены и нависевшие на них картины на картинах все были молодцы все греческие полководцы гравированные во весь рост маврокордата в красных панталонах и мундире с очками на носу миаули канари все эти герои были с такими толстыми ляжками и неслыханными усами что дрожь проходила по телу между крепкими греками неизвестно каким образом и для чего поместился багратион тощий худенький с маленькими знаменами и пушками внизу и в самых узеньких рамках потом опять следовала героиня греческая бабелина которой одна нога казалось больше всего туловища тех щеголей которые наполняют нынешние гостиные хозяин будучи сам человек здоровый и крепкий казалось хотел чтобы и комнату его украшали тоже люди крепкие здоровые возле бабелины у самого окна висела клетка из которой глядел дрозд темного цвета с белыми крапинками очень похожий тоже на собакевича гости хозяин не успели помолчать двух минут как дверь в гостиной отворилась и вошла хозяйка дама весьма высокая в чипце с лентами перекрашенными домашнюю краску вошла она степенно держа голову прямо как пальма это моя феодулия ивановна сказал собакевич чичков подошел к ручке феодулии ивановны которую она почти впихнула ему в губы причем он имел случай заметить что руки были вымыты огуречным рассолом душенька рекомендую тебе продолжал собакевич павел иванович чичиков у губернатора и почтмейстера имел честь познакомиться феодулия ивановна попросила садиться сказавший также прошу и сделав движение головою подобно актрисам представляющим королев потом она уселась на диване накрылась своим мереносовым платком и уже не двигнула более ни глазом не бровью чичиков опять поднял глаза вверх и опять увидел канари с толстыми ляжками и нескончаемыми усами бобелину и дрозда в клетке почти в течение целых пяти минут все хранили молчание раздавался только стук производимый носом дрозда а дерево деревянной клетки на дне которой удил он хлебные зернышки чичиков еще раз окинул комнату и все что в ней не было все было прочно неуклюже высочайшей степени имел какое-то странное сходство самим хозяином дома в углу гостиной стояла пузатое ореховое бюро на принелепых четырех ногах совершенный медведь стол кресла стулья все было самого тяжелого и беспокойного свойства словом каждый предмет каждый стул казалось говорил и я тоже собакевич или и я тоже очень похож на собакевича мы об вас вспоминали у председателя палаты у ивана григорьевича сказал наконец чичиков видя что никто не располагается начать разговора в прошедший четверг очень приятно провели там время да я не был тогда у председателя отвечал собакевич а прекрасный человек кто такой сказал собакевич глядя на угол печи председатель ну может быть это вам так показалось он только что масон а такой дурак какого свет не производил чичиков немного озадачился таким отчасти резким определением но потом поправившись продолжал конечно всякий человек не без слабостей но зато губернатор какой превосходный человек губернатор превосходный человек да не правда ли первый разбойник в мире как губернатор разбойник сказал чичиков и совершенно не мог понять как губернатор мог попасть в разбойники признаюсь этого я бы никогда не подумал продолжал он но позвольте однако же заметить поступки его совершенно не такие напротив скорее даже мягкости в нем много тут он привел в доказательство даже кошельки вышиты его собственными руками и отозвался с похвалой о ласковом выражении лица его и и лицо разбойниче сказал собакевич дайте ему только нож да выпустите на большую дорогу зарежет за копейку зарежет он да еще вице-губернатор это гога и магога нет он с ними не в ладах подумал про себя чичиков а вот заговорю я с ним о полицмейстере он кажется друг его впрочем что до меня сказал он мне признаюсь больше всех нравится полицмейстер какой-то этакый характер прямой открытый в лице видно что-то простосердечное мошенник сказал собакевич очень хладнокровно продаст обманет еще и пообедать с вами я их знаю всех это все мошенники весь город там такой мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет все христопродавцы один там только есть порядочный человек прокурор да и тот если сказать правду свинья после таких похвальных хотя несколько кратких биографий чичиков увидел что о других чиновниках нечего упоминать и вспомнил что собакевич не любил ни о ком хорошо отзываться что же душенька пойдем обедать сказал собакевич и его супруга прошу сказал собакевич за сим подошедший к столу где была закуска гости хозяин выпили как следует по рюмке водки закусили как закусывает вся пространная россия по городам и деревням то есть всякими соленостями и иными возбуждающими благодатями и потекли все в столовую впереди их как плавный гусь понеслась хозяйка небольшой стол был накрыт на четыре прибора на четвертое место явилась очень скоро трудно сказать утвердительно кто такая дама или девица родственница домоводка или просто проживающие в доме что-то без чипца около 30 лет в пестром платке есть лица которые существуют на свете не как предмет а как посторонние крапинки или пятнышки на предмете сидят они на том же месте одинаково держит голову их почти готов принять за мебель и думаешь что от роду еще не выходило слова из таких уст а где-нибудь в девичьей или в кладовой окажется просто ого-го щи моя душа сегодня очень хороши сказал собакевич хлебнувший щей и отваливший себе с блюда огромный кусок няни известного блюда который подается к щам и состоит из бараньего желудка начиненного гречневой кашей мозгом и ножками эдакой няни продолжал он обратившись тичкову вы не будете есть в городе там вам черт знает что подадут у губернатора однако ж не дурен стол сказал чичков да знаете ли вы из чего это все готовится вы есть не станете когда узнаете не знаю как приготовляется об этом я не могу судить но свиные котлеты и разворная рыба были превосходны это вам так показалось ведь я знаю что они на рынке покупают купит вон тот каналья повар что выучился у француза кота обдерет его да и подает на стол вместо зайца фу какую-то неприятность говоришь сказал супруга собакевича а что ж душенька так у них делается я не виноват что у них у всех делается все что не есть ненужного что акулька у нас бросает с позволения сказать в помойную лохань они его в суп да в суп туда же ты за столом всегда эдакое расскажешь возразил опять супруга собакевича что ж душа моя сказал собакевич если б я сам это делал но я тебе прямо в глаза скажу что я гадости не стану есть мне лягушку хоть сахаром облепи не возьму ее в рот и устрица тоже не возьму я знаю на что устрица похожа возьмите барана продолжал он обращаясь чечку это бараний бокс кашей это не те фрикасе что делаются на барских кухнях и из баранины какая суток по четыре на рынке валяется это все выдумали доктора немцы да французы я бы их перевешал за это выдумали диету лечить голодом что у них немецкая жидкостная натура так они воображают что и с русским желудком сладит нет это все не то это все выдумки это все здесь собакевич даже сердито покачал головою толкует просвещение просвещение а это просвещение фук сказал бы и другое слово да вот только что за столом неприлично у меня не так у меня когда свинина всю свинью давай на стол баранина всего барана тащи гусь всего гуся лучше я съем двух блюд да съем в меру как душа требует собакевич подтвердил это делом он опрокинул половину бараньего бока к себе на тарелку съел все обгрыз обсосал до последней косточки да подумал чичков у этого губа не дура у меня не так говорил собакевич вытирая салфетку и руки у меня не так как у какого-нибудь плюшкина 800 душ имеет оживет и обедает хуже моего пастуха кто такой этот плюшкин спросил чичков мошенник отвечал собакевич такой скряга какого вообразить трудно в тюрьме колодники лучше живут чем он всех людей переморил голодом вправду подхватил с участием чичков и вы говорите что у него точно люди умирают в большом количестве как мухи мрут неужели как мухи а позвольте спросить как далеко живет он от вас в пяти верстах в пяти верстах воскликнул чичков и даже почувствовал небольшое сердечное биение но если выехать из ваших ворот это будет направо или налево я вам даже не советую дороги знать к этой собаки сказал собакевич извинительней сходить в какое-нибудь непристойное место чем к нему нет я спросил не для каких-либо а потому только что интересуюсь познанием всякого рода мест отвечал на это чичков за бараньим боком последовали ватрушки из которых каждый было гораздо больше тарелки потом индюк ростом в теленка набитый всяким добром яйцами рисом печенками и не весь чем что все ложилось комом желудке этим обид и кончился но когда встали из-за стола чичков почувствовал себе тяжести на целый путь больше пошли в гостиную где уже очутилась на блюдечке варенье не груша не слива не иная ягода до которой впрочем не дотронулись не гость не хозяин хозяйка вышла с тем чтобы накласть его и на другие блюдечки воспользовавшись ее отсутствием чичков обратился к собакевичу который лежа в креслах только покряхтовал после такого сытного обеда и издавал ртом какие-то невнятные звуки крестясь и закрывая поминутно его рукою чичков обратился к нему с такими словами я хотел было поговорить с вами об одном дельце вот еще варенье сказала хозяйка возвращаясь блюдечком редька вареная в меду а вот мы его после сказал собакевич ты ступай теперь свою комнату мы с павлом ивановичем скинем фраки маленьку при отдохнем хозяйка уже заявила была готовность послать за пуховиками и подушками но хозяин сказал ничего мы отдохнем в креслах и хозяйка ушла собакевич слегка при нагнул голову приготовляясь слышать в чем было дельце чичков начал как-то очень отдаленно коснулся вообще всего русского государства и отозвался с большой похвалою об его пространстве сказал что даже самая древняя римская монархия не была так велика и иностранцы справедливо удивляются собакевич все слушал наклонивши голову и что по существующим положением этого государства в славе которому нет равного ревизские души окончившие жизненное поприще числятся однако же до подачи новой ревизской сказки наравне с живыми чтоб таким образом не обременить присутствие места множеством мелочных и бесполезных справок и не увеличить сложность и без того уже весьма сложного государственного механизма собакевич все слушал наклонивши голову и что однако же при всей справедливости этой меры она бывает отчасти тягостно для многих владельцев обязывая их вносить подать и так как бы за живой предмет и что он чувствуя уважение личное к нему готов был бы отчасти даже принять на себя эту действительно тяжелую обязанность насчет главного предмета чичков выразился очень осторожно никак не называл души умершими а только не существующими собакевич слушал все по-прежнему нагнувши голову и хотя бы что-нибудь похожее на выражение показалось на его лице казалось что в этом теле совсем не было души или она у него была но вовсе не там где следует а как-то у бессмертного кощея где-то за горами и закрыта такую толстую скорлупою что все что не ворочалось над ней ее не производило решительно никакого потрясения на поверхности и так сказал чичков ожидая не без некоторого волнения ответа вам нужно мертвых душ спросил собакевич очень просто без малейшего удивления как бы речь шла о хлебе да отвечал чичков и опять смягчил выражение прибавивши несуществующих найдутся почему-нибудь сказал собакевич а если найдутся то вам без сомнения будет приятно от них избавиться извольте я готов продать сказал собакевич уже несколько приподнявши голову и смекнувши что покупщик вероятно должен иметь здесь какую-нибудь выгоду черт возьми подумал чичков про себя этот уже продает прежде чем я заикнулся и проговорил слух а например какая же цена хотя впрочем это такси предмет что о цене даже странно да чтобы не запрашивать с вас лишнего посту рублей за штуку сказал собакевич посту вскричал чичков разинув рот и поглядевший ему самые глаза не зная сам ли он ослышался или язык собакевича по своей тяжелой натуре не так поворотившись брякнул вместо одного другое слово что ж разве для вас это дорого произнес собакевич и потом прибавил а какая бы однако же ваша цена моя цена мы верно как-нибудь ошиблись или не понимаем друг друга позабыли в чем состоит предмет я полагаю со своей стороны положа руку на сердце по 8 гривен за душу это самая красная цена куда хватили по 8 гривен ок что ж по моему суждению как я думаю больше нельзя ведь я продаю не лапти однако же согласитесь сами ведь это что же и не люди так вы думаете с ищите такого дурака который бы вам продал по 2 гривен ему ревизскую душу но позвольте зачем вы их называете ревизскими ведь души то самое давно уже умерли остался один неосязаемый чувствами звук впрочем чтобы не входить в дальнейшие разговоры по этой части по полтора рубля извольте дам а больше не могу стыдно вам и говорить такую сумму вы торгуетесь говорите настоящую цену не могу михал семёныч поверьте моей совести не могу чего уж невозможно сделать того невозможно сделать говорил чичков однако же по полтинке еще прибавил до чего вы скупитесь сказал собакевич право недорого другой мошенник обманет вас продаст вам дрянь а не души а у меня что ядреный орех все на отбор не мастеровой так иной какой-нибудь здоровый мужик вы рассмотрите вот например каретник михеев ведь больше никаких экипажей и не делал как только рессорные и не то как бывает московская работа что на один час прочность такая что и обобьет сам и лаком покроет чичиков открыл рот с тем чтобы заметить что михеева однако же давно нет на свете но собакевич вошел как говорится в самую силу речи откуда взялась рысь и дар слова а пробка степан плотник я голову про закладую если вы где сыщете такого мужика ведь что за селище было служил он в гвардии ему бы бог знает что дали трех оршин с вершком ростом чичков опять хотел заметить что и пробки нет на свете но собакевич как видно пронесло полились такие потоки речей что только нужно было слышать милушкин кирпичник мог поставить печь в каком угодно доме максим телятников сапожник что шилом кольнет то и сапоги что сапоги то и спасибо и хоть бы в рот хмельнова а еремей сорокоплёхин да этот мужик один станет за всех в москве торговал одного оброку приносил по пятьсот рублей вот ведь какой народ это не то что вам продаст какой-нибудь плюшкин но позвольте сказал наконец чичиков изумленный таким обильным наводнением речей которым казалось и конца не было зачем вы исчисляете все их качества ведь них толку теперь нет никакого ведь это все мертвый народ мертвым телом хоть забор подпирай говорит пословица да конечно мертвы сказал собакевич как бы одумавшись и припомнив что они в самом деле были уже мертвы и а потом прибавил впрочем это сказать что из этих людей которые числятся теперь живущими что это за люди мухи они люди да все же они существуют а это ведь мечта ну нет не мечта я вам доложу какой был михеев так вы таких людей не сыщете машинище такая что в эту комнату не войдет нет это не мечта а в плечищах у него была такая силища какой нету лошади хотел бы я знать где бы вы в другом месте нашли такую мечту последние слова он уже сказал обратившись к висевшим на стене портретом багратиона и колокотроне как обыкновенно случается с разговаривающими когда один из них вдруг неизвестно почему обратиться не к тому лицу которым относятся слова а какому-нибудь нечаянно пришедшему третьему даже вовсе незнакомому от которого знает что не услышит ни ответа не мнения не подтверждения на которого однако ж так устремит взгляд как будто призывает его посредники и несколько смешавшийся в первую минуту незнакомец не знает отвечать ли ему на то дело о котором ничего не слышал или так постоять соблюдше надлежащее приличие и потом уже уйти прочь нет больше двух рублей я не могу дать сказал чичков извольте чтоб не претендовали на меня что дорог запрашиваю и не хочу сделать вам никакого одолжения извольте по 75 рублей за душу только ассигнациями право только для знакомства что он в самом деле подумал про себя чичков за дурака что ли меня принимает и прибавил потом вслух мне странно право кажется между нами происходит какое-то театральное представление или комедия иначе я не могу себе объяснить вы кажется человек довольно умный владеете сведениями образованности ведь предмет просто фу-фу что ж он стоит кому нужен да вот вы же покупаете стало быть нужен здесь чичиков закусил губу и не нашелся что отвечать он стал было говорить про какие-то обстоятельства фамильные семейные но собакевич отвечал просто мне не нужно знать какие у вас отношения я в дела фамильные не мешаюсь это ваше дело вам понадобились души я и продаю вам и будете раскаиваться что не купили два рублика сказал чичков как право затвердила сорока якого одно про всякого как говорит пословица как наладили на 2 так и не хотите с них и съехать вы давайте настоящую цену ну уж черт его побери подумал про себя чичков по полтине ему прибавлю собаки на орехи извольте по полтине прибавлю ну извольте и я вам скажу мое последнее слово 50 рублей право убыток себе дешевле нигде не купите такого хорошего народа и какой кулак сказал про себя чичков и потом продолжал вслух с некоторую досадую да что в самом деле как будто точно серьезное дело да я в другом месте ни почем возьму еще мне всякой с охотой сбудет их чтобы только поскорее избавиться дурак разве станет держать их при себе и платить за них подати но знаете ли что такого рода покупки я это говорю между нами по дружбе не всегда позволительны и расскажи я или кто иной такому человеку не будет никакой доверенности относительно контрактов или вступления в какие-нибудь выгодные обязательства видишь куда метит подлец подумал чичков и тут же произнес самым хладнокровным видом как вы себя хотите я покупаю не для какой-либо надобности как вы думаете а так по наклонности собственных мыслей два с полтиной не хотите прощайте его не собьешь не податлив подумал собакевич ну бог с вами давайте по тридцати и берите их себе нет я вижу вы не хотите продавать прощайте позвольте позвольте сказал собакевич не выпуская его руки и наступив ему на ногу ибо герой наш позабыл поберечься наказание за что должен был зашипеть и подскочить на одной ноге прошу прощения я кажется вас побеспокоил пожалуйста садитесь сюда прошу здесь он усадил его в кресло с некоторую даже ловкостью как такой медведь который уже побывал в руках умеет и перевертываться и делать разные штуки на вопросы а покажи миша как бабы париться или а как миша малые ребята горох крадут право я напрасно время трачу мне нужно спешить посидите одну минуточку я вам сейчас скажу одно приятное для вас слово тут собакевич подсел поближе и сказал ему тихо на ухо как будто секрет хотите угол то есть 25 рублей не 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 даже четверти угла не дам копейки не прибавлю собакевич замолчал чичков тоже замолчал минуты две длилось молчание багратион с орлиным носом глядел со стены чрезвычайно внимательно на эту покупку какая же ваша будет последняя цена сказал наконец собакевич два с полтиную право у вас душа человеческая все равно что пареная репа уж хоть по три рубля дайте не могу ну нечего с вами делать извольте убыток да уж нрав такой собачий не могу не доставить удовольствие ближнему ведь я чай нужно и купчу совершить чтоб все было в порядке разумеется но вот то тоже нужно будет ехать в город так совершилось дело оба решили чтобы завтра же быть в городе и управиться с купчей крепостью чичков попросил списочка крестьян собакевич согласился охотно и тут же подошед к бюро собственноручно принялся выписывать всех не только поименно но даже со значением похвальных качеств а чичков от нечего делать занялся находясь позади рассматриванием всего просторного его оклада как взглянул он на его спину широкую как у вятских приземистых лошадей и на ноги его походившие на чугунные тумбы которые ставят на тротуарах не мог не восклюкнуть внутренне и наградил то тебя бог вот уж точно как говорят неладно скроен да крепко сшит родился ли ты уж так медведем или омедведила тебя захолустная жизнь хлебные посевы возня с мужиками и ты через них сделался то что называют человек кулак но нет я думаю ты все был бы тот же если бы даже воспитали тебя по моде выпустили бы вход и жил бы ты в петербурге они в захолустье вся разница в том что теперь ты упишешь пол бараньего боку с кашей закусившего патрушку и в тарелку а тогда бы ты ел какие-нибудь котлетки с трюфелями да вот теперь у тебя под властью мужики ты с ними в ладу и конечно их не обидишь потому что они твои тебе же будет хуже а тогда бы у тебя были чиновники которых бы ты сильно пощелкивал смекнувши что они не твои же крепостные или грабил бы ты казну нет кто уж кулак тому не разогнуться в ладонь а разогни кулаку один или два пальца выдает еще хуже попробуй он слегка верхушек какой-нибудь науки даст он знать потом занявший место поведнее всем тем которые в самом деле узнали какую-нибудь науку да еще пожалуй скажет потом дай-ка себя покажу да такое выдумает мудрое постановление что многим придется солоно эх если бы все кулаки готова записка сказал собакевич обратившись готова пожалуйте и суда он пробежал ее глазами и подивился аккуратности и точности не только было обстоятельно прописано ремесло звание ли то и семейное состояние но даже на полях находились особенные отметки насчет поведения трезвости словом любо было глядеть теперь пожалуйте же задаточек сказал собакевич к чему же вам задаточек вы получите в городе за одним разом все деньги все знаете так уж водится возразил собакевич не знаю как вам дать я не взял с собой денег да вот десять рублей есть что ж десять дайте по крайней мере хоть 50 чичиков стал было отговариваться что нет но собакевич так сказал утвердительно что у него есть деньги что он вынул еще бумажку сказавши пожалуй вот вам еще 15 и того 25 пожалуйте только расписку да на что ж вам расписка все знаете лучше расписку не ровен час все может случиться хорошо дайте же сюда деньги на что ж деньги у меня вот они в руке как только напишите расписку в ту же минуту их возьмете да позвольте как же мне писать расписку прежде нужно видеть деньги чичиков выпустил из рук бумажки собакевичу который приближившись столу и накрывший их пальцами левой руки другое написал на лоскутке бумаги что задаток 25 рублей государственными ассигнациями за проданные души получил сполна написавши записку он пересмотрел еще раз ассигнации бумажка то старенькая произнес он рассматривая одну из них на свете немножко разорвано ну да между приятелями нечего на это глядеть кулак кулак подумал про себя чичиков да еще и бестия в придачу а женского пола не хотите нет благодарю я бы недорого и взял для знакомства по рублику за штуку нет в женском поле не нуждаюсь ну когда не нуждаетесь так нечего и говорить на вкус и нет закона кто любит папа а кто попадью говорит пословица еще бы я хотел вас попросить чтобы эта сделка осталась между нами говорил чичиков прощаясь душ само собой разумеется третьего суда нечего мешать что по искренности происходит между короткими друзьями то должно остаться во взаимной их дружбе прощайте благодарю что посетили прошу и вперед не забывать коли выберется свободный часик приезжайте пообедать время провести может быть опять случится услужить чем-нибудь друг другу да как бы не так подумал про себя чичиков садясь в бричку по два с полтиной содрал за мертвую душу чертов кулак он был недоволен поведением собакевича все-таки как бы то ни было человек знакомый и у губернатора и у полицмейстера видались а поступил как бы совершенно чужой за дрянь взял деньги когда бричка выехал со двора он оглянулся назад и увидел что собакевич все еще стоял на крыльце и как казалось приглядывался желая знать куда гость поедет подлец до сих пор еще стоит проговорил он сквозь зубы и велел селефану повративший крестьянским избам отъехать таким образом чтобы нельзя было видеть экипажа со стороны господского двора ему хотелось заехать к плюшкину у которого по словам собакевича люди умирали как мухи но не хотелось чтобы собакевич знал про это когда бричка была уже на конце деревни он подозвал к себе первого мужика который попавший где-то на дороге при толстое бревно тащил его на плече подобно неутомимому муравью себе в избу эй борода а как проехать отсюда к плюшкину так чтоб не мимо господского дома мужик казалось затруднился с ним вопросом что ж не знаешь нет барин не знаю эх ты а и седым волосом еще передернуло скрягу плюшкина не знаешь того что плохо кормит людей а заплатанной заплатанной скрипнул мужик было им прибавлено и существительное к слову заплатанной очень удачная но не употребительные в светском разговоре а потому мы его пропустим впрочем можно догадаться что она выражена было очень метко потому что чичков хотя мужик давно уже пропал из виду и много уехали вперед однако все еще усмехался сидя в бричке выражается сильно российский народ если наградит кого словцом то пойдет она ему в род и в потомство утащит он его с собой на службу и в отставку и в петербург и на край света и как уж потом не хитри и не облагораживай свое прозвище хоть застав пишущих людишек выводить его за наемную плату от древнекняжеского рода ничто не поможет каркнет само за себя прозвище во все свое воронье горло и скажет ясно откуда вылетела птица произнесенная метка все равно что писанная не вырубливается топором а уж куды бывает метка все то что вышло из глубины руси где нет ни немецких не чухонских не всяких иных племен а все сам самородок живой и бойкий русский ум что не лезет за словом в карман не высиживает его как на сетка цыплят а влепливает сразу как пашпорт на вечную носку и нечего прибавлять уж потом какой у тебя нос или губы одной чертой обрисован ты с ног до головы как несметное множество церквей монастырей с куполами главами крестами рассыпано на святой благочестивой руси так несметное множество племен поколений народов толпится пестреет и мечется по лицу земли и всякий народ носящий в себе залог сил полный творящий способности души свои яркой особенности и других даров бога своеобразно отличился каждый своим собственным словом которым выражая какой не есть предмет отражает выражение его часть собственного своего характера сердцеведением и мудрым познанием жизни отзовется слова британца легким щеголем блеснет и разлетится недолговечное слово француза затейливо придумает свое не всякому доступное умно-ходощавое слово немец но нет слова которое было бы так замашисто бойко так вырвалась бы из-под самого сердца так бы кипела и животрепетала как метко сказанное русское слово